Алтайский шалевый статный голубь, выведенный в Алтайском крае, то есть бренд нашего алтайского голубеводства. Никита Дрянев изучает голубей с 7 лет. Любовь к птицам ему привил отец, у которого была своя голубятня. У нас семья, так сказать, педагогическая, с уклоном на биологию. И, соответственно, это, как я всегда смеюсь, что генетическое, говорю, такое заболевание, то есть голубеводством. Дед занимался, другие родственники занимались. В седьмом классе Никита пришел на занятия в Алтайский краевой экологический центр. До сих пор на базе этого учреждения молодой человек изучает местные породы голубей – барнаульского монаха и алтайского шалевого. У Никиты есть научная работа, которой он занимается на протяжении 7 лет. Мы выбираем генетические, так сказать, наследственность. Почему выходит от такой-то голубки такой-то голубь? Почему? Вот у него разноглазые голуби выходят, а у меня, к примеру, с черным глазом или оперение на ногах. Спариваешь с большим, с густым оперением ног, а вторую пару спариваешь с маленькими, уже селекцию ведешь. Главная гордость Никиты – редкая коллекция алтайских шалевых птиц. Ему ее передал заслуженный голубевод Валерий Емельянов. Никита признается, не каждый может похвастаться такой коллекцией. Он мог бы их продать, он мог бы их и реализовать за хорошие деньги, но он посчитал нужным, что видит, что человек увлеченный, как-то какие-то свои критерии нашел ко мне и передал коллекцию голубей мне в руки. Сейчас Никита – первокурсник Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета. В отличие от большинства ровесников, он точно знает свою будущую специализацию – орнитолог. Не часто такое случается, что человек целенаправленно идет и уже знает, чем будет заниматься, что будет изучать. Как правило, это приходит понимание уже после второго курса, и то некоторые с трудом специализацию находят в себе. Профессию орнитолога нельзя назвать публичной. Большинство людей даже не видят работу специалистов. А именно орнитологи, например, обеспечивают безопасность аэропортов. Они выявляют условия, которые способствуют скоплению птиц, а также знают, как отпугнуть их с территории аэродрома. В будущем Никита планирует продолжить научную деятельность и стремится стать кандидатом биологических наук. Вадим Слюсарев, Елена Самарина, Михаил Лифуншан. Новости.